Без горячей воды, с чуть теплыми батареями остался в пятницу микрорайон «Юность». Тверичане начали бить тревогу, ведь в ночь на субботу в областном центре температура по прогнозам опустится ниже 20 градусов. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы разобраться в ситуации. Сергей Михайлович ранним утром в пятницу почувствовал, что в квартире резко похолодало. Потрогал батареи, чуть живые, горячей воды нет. Сразу включил газ и обогреватель, чтобы окончательно не замерзнуть. Не холодно было только четвероногому другу мужчины. Отопления нет. Сейчас обогревателями, электроэнергия, включили газ. Это тоже опасно. Его нельзя просто без внимания. Позже выяснилось, что батареи остыли во всем доме. Пообщавшись с соседями из близлежащих домов, мы выяснили, что такая ситуация во всем микрорайоне «Юность». Сегодня ночью я проснулся, батарею трогаю, она чуть-чуть тепленькая. То есть вода уходила. Мы обратились в Сверскую генерацию, чтобы выяснить причину, почему фактически вся «Юность» осталась без тепла и горячей воды. При обходе теплотрасс 11 числа в районе 2-я Красина, дом 49, было обнаружено повреждение на магистральном трубопроводе диаметром 800 мм нападающим. Для предотвращения развития аварийной ситуации, аварийного отключения, было принято решение об отключении поврежденного участка и его замену. Утром в пятницу отключили аварийный участок. Под полное отключение попал только один жилой дом. На 2-й Красина 49. В остальных домах в «Юности» были снижены параметры, пояснил начальник оперативно-диспетчерской службы Тверской генерации. Из-за того, что через эту трассу питается микрорайон «Юность», подается туда отопление, горячая вода, микрорайон «Юность» был запитан по резервной схеме со стороны Санкт-Петербургского шоссе через улицу Луначарского. Но поскольку производительность котельной у нас меньше, чем ТЭЦ-3, прокачки и давления на весь микрорайон не хватает, поэтому по всему микрорайону практически у нас самые сниженные параметры по горячей воде и по отоплению. Мы подгрузили котельный цех на максимум, сколько может он, но все равно до нормативных параметров, конечно, по имени не хватает. Ориентировочный срок окончания ремонтных работ 19-20 часов в пятницу, после чего начнется заполнение теплоносителем, которое займет 2,5-3 часа. Поэтому ночью в субботу в домах у заволжан вновь должно стать тепло.